Сегодня в социальных сетях растет группа, большая группа батыров, которые не выходя из дома критикуют все и вся. Им нужен только хайп. Мне больно наблюдать тех моих сверстников, которые ради лайков, просмотров, комментариев готовы торговать стабильностью. Вообще какие литиеватые слова она говорит. За 30 лет пока вот эта власть правит, ну сколько оппозиция проводила митинги и шествия. Они все всегда были мирными. Ну хоть бы один немирный митинг. Приведите пример. Нету его. Хоть бы один, хотя бы сломали, хотя бы лавочку одну сломали, но нету. А вот власть в лице полиции, вот они действительно нарушители. Когда люди выходят на те или иные акции, хотят воспользоваться конституцией, правом на протест, то эти полицейские хватают, кидают в эти свои машины полицейские насильно. Потом суды тащат административные, штрафы налагают, сажают. Ну кто является возмутительным спокойствием после этого? Ну давайте дальше посмотрим. По поводу хайпа она там что-то сказала, что меняют все это на хайп и тем самым жертвуют стабильностью. Вообще, если вот так посмотреть, когда люди за правду лайкают, посты делают за правду, говорят и рассказывают о коррупционерах, то не нашу стабильность подмывают, а ихнюю они стабильность подмывают. И это правильно, это никакой не хайп, это просто люди рискуют. Они знают, что за вот эти лайки, за то, что они пытаются говорить правду через свои социальные сети, их могут подвергнуть наказанию. Они не боятся. Я бы этим людям просто-напросто медали давал, вот. И какой тут хайп, вот этого я не пойму. Ну а по поводу дестабилизации, да, действительно, дестабилизации подмываются. Но не под нами, а под ними. Идемте дальше. Пусть реализуют хотя бы одну социальную программу, которая конкретно поможет нашим матерям-одиночкам, пенсионерам, людям с особенными потребностями. Например, Арысь. Наши волонтеры только за двое суток разгрузили 150 тонн цемента. Помогали в восстановлении города. Ребята, посмотрите, вообще правильно, с одной стороны, поучать других, да, а с другой стороны, хвалиться своими, как бы, заслугами. Ну вот, что она и делает, насколько это правильно. Ну, я считаю, что это с основной выглядит как-то, ну, не очень красиво. Эти люди сидели в кафешках города Алматы, ударяясь в полный негативизм, популизм. Они как будто бы приватизировали, они завоевали право этой полной моральной истины, правоты. По поводу вот этих социальных программ, которые, что вы можете реализовать, что вы реализовали, я могу сказать одно. Вот, власть 30 лет сидит, это ее функция, это ее задача. Но она же сидит, как собака на сине, сама толком не может и другим не дает. Вообще-то свято-пустное место не бывает. Если вы не можете, уйдите, дайте другим. В Казахстане достаточно много активных граждан, которые бы могли пойти во власть через честные, свободные выборы. И, соответственно, уже менять страну там во власти, имея функции и полномочия. Экономику развивать, демократию, все. В том числе и материнство, и социальные программы. Это вообще не проблема, то, что вот она говорит. Это не проблема для нас, свободных граждан. Вот, но другое дело, что власть не хочет меняться. Вот, она сидит, законсервировалась и все. Но правота не бывают лежачей. Истина не бывает диванной. Запускает такие хэштеги социальных... Она за истину стала говорить. Вообще-то, по большому счету, никто не владеет конечной истиной. Не я, не вот эта молодая девушка, никто, не Назарбаев. Везде нужно подвергать все критике, самокритике. И тогда у человека мозги работают, и он начинает понимать причинно-следственную связь явлений, общественных процессов в стране, в обществе. По поводу лодки раскачивания. Я что-то не чувствую, чтобы мою лодку кто-то раскачивал. Вообще-то, у нас своя лодка, у властей своя лодка. Они сами по себе живут, мы сами по себе живем. И если их кто-то там раскачивает, ну уж извините, если вы такие нестабильные. Вообще, конечно, по большому счету, если вас кто-то там раскачает, да так, что вы уйдете, в принципе, видимо, сами довели ситуацию до такого состояния. Жить в ожидании чужих ошибок легко. Жить, чтобы потом говорить. Я же говорил. Эта позиция убогая и смешная. Они ничем не отличаются от этого вора Облязова, который сидит за границей на наши с вами деньги, попивая кофе в солнечной Франции и не брезгуют дешевыми популистскими приемами. Только объединившись, мы проявим мужество и не допустим. Вот это собрание, или митинг, как это называется, проводит партия Нур-Атан. Она говорит об объединении. Это, видимо, имеет в виду, чтобы мы объединялись вокруг партии Нур-Атан. Ёлки-палки. Эта партия себя дискредитировала. Она потеряла доверие в обществе. И если уж объединяться, то только со здоровыми силами. С теми силами, которые действительно нацелены на то, чтобы менять Казахстан в лучшую сторону. По-настоящему, а не вот так. Аблязовского Майдана в нашем Казахстане. Молодежь Алматы! Молодежь Алматы за стабильность! Мы не допустим... От имени молодежи говорит. Хотя... Спросите там у жителей Алматы. Вы, кто там в Алматы, живете? Подписчики, я имею в виду. Пожалуйста, спросите у молодежи, ее куполомачивали, чтобы она говорила от их имени. И вы получите ответ. Имеет ли она право говорить от имени молодежи Алматы. Возрухи! В общем, вот такие дела. Это был митинг, который прошел недавно. По-моему, в городе Алматы. И там вот такие были слова высказаны. По поводу стабильности. По поводу всех тех, кто там пишет в социальных сетях. Пытается сказать правду. Вот. И получается, что эта правда как-то не нравится. В общем, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на эту тему. Вот. Я считаю, что дискуссия... Пускай это оппозиция проводит митинги. Пускай это партия Нур-Атан, партия власти проводит митинги. Мы должны все подвергать критике и обструкции. Там, где это имеет место быть. Там, где это заслужено. Поэтому... Все-таки я решил прокомментировать вот этот ролик. Потому что он такой... Ну... В общем... Мысли оставлю при себе. А то мат пойдет. Оставляйте свои комментарии. Вам ролик понравился. Ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok